Состоялся разговор с RedCat Redemption, при котором мы обсудили эту ситуацию с последнего ролика. Часть этого разговора я выложу сюда. Мы пришли к общему знаменателю. Так сказать, всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. Пришли мы к общему знаменателю такому, что нападение на чужие повозки, нападение на чужие повозки, с использованием Валентайна или случайно встретив сессии, это часть игровой механики и RedCat Redemption так не поступал бы. Но в целом, в целом, это часть игровой механики, которую сами разработчики нам и подкинули. За исключением тех багов, когда бывают моменты, что защитники едут на повозки, их убивают или убивают нападавших, и они оказываются вблизи повозки или перед повозкой, когда повозку уже везут. Кривизна рокстаровских разработчиков в этой механике, конечно, оставляет желать лучшего. Недопустимое поведение было после нападения на повозку. Вот тут за что я хотел бы извиниться перед ребятами, на которых напали из того дискорда, из дискорда кота, было фразы в чат, в голосовой внутриигровой чат о том, что давайте нам еще повозку, нам нужно больше ресурсов и так далее, так далее. То есть вот за эти слова и за эти действия, за чрезмерное убийство одного и того же человека, вот тут я считаю, ребята поступили неправильно. А в нападении в целом на повозку я не вижу ничего плохого. В правилах своего дискорда нападение на чужие повозки путем поиска повозок через дискорд, это недопустимо. В ролике в предыдущем я сказал, что так делали или так делают другие ребята, это факт. От этого никуда не деться в дискорде более тысячи человек, соответственно, отвечать за всех и за всех действия проблематично. Тут с котом мы сошлись на общем знаменателе, что, по крайней мере в моем присутствии, таким образом повозки на повозки нападать не будут. В целом поговорили о подготовленности людей на повозках, что надо тщательнее готовиться. Но, как показывает практика, у нападавших есть, у нападающих есть неоспоримое преимущество того, что происходит. Это неожиданно и о том, что они более подготовлены, чем те, которые перевозят повозку. Ну и, собственно, часть разговора, не весь, а часть разговора, потому что весь разговор зашел бы больше, чем на час времени. Вряд ли кто-то бы стал смотреть, но, тем не менее, часть разговора нашей беседы оказывался в предыдущем. Давай я вот в целом про гриферство расскажу мысли. Я уже делал на эту тему кучу видео, но они старые, я их, скорее всего, не смотрел. Все взаимодействие игроков с игроками в рамках свободной сессии в Red Dead Online называется гриферством. То есть, неважно, с какой целью и зачем, все, что не в рамках каких-то событий, считается гриферством. Как я лично отношусь к гриферству? То есть, я вполне нормально воспринимаю, если я везу повозку и на меня напали. Это часть игровой механики. Это происходит постоянно. Да, это раздражает, но это приносит дополнительные эмоции. Нужно было лучше подумать об этом перед тем, как перевозить. Собрать полное апати. Потом, как полное апати гриферов встречается, рандомное полное апати гриферов встречается очень редко. Нужно было защититься. То есть, я сам таким не занимаюсь. Сам я чужие телеги не граблю, но когда на меня так нападают, я считаю это частью игрового процесса. Но есть большая разница между тем, что происходит внутри игры, по правилам выдуманными Rockstar, и тем, что происходит при помощи стороннего ресурса. Чат для поиска повозок, как и весь Discord, сообщество создавалось не для того, чтобы какую-то выгоду излечь, а для того, чтобы люди просто могли друг с другом лучше взаимодействовать, получать больше удовольствия, потому как игру многие забрасывают, фанатов у игры мало, и хотелось, чтобы те немногие, кто остались, получали больше удовольствия. И использовать вот этот чат, который просто призван для того, чтобы чуваки, которые пришли вечером с работы, могли довести одну-две повозки и нормально себя чувствовать, в целях создать вот эту ПВП-ситуацию, мне кажется некрасивым и некорректным. И это, собственно, и есть позиция моя. То есть, я разделяю Грифферса внутри игры, внутриигровыми методами. Да, все к нему по-разному относятся. Кто-то так делает, кто-то не делает. Это уже на личный выбор каждого. И Грифферство при помощи вот стороннего такого инструмента, как вот лично наш дискорд с этим поиском для повозок. То есть, я считаю, что он создан не для этого, и это и является как бы поведением некорректным. Да, конечно, в игре само есть эти элементы, искать повозчиков с багами, с Валентайном, и так далее. И тут уже каждый, ну, как бы каждый отвечает за свои действия. Все, поскольку это в рамках игры, хоть это и использование бага, но, ну, не знаю, за это Rockstar не банят. Да, это тоже не совсем корректно, потому что вот ты говорил там, а как нападать на низкоуровневых игроков. Да, в основном низкоуровневые и восят повозки. Их очень много будет среди. Этих. К тому же... Да. Я хотел вот это еще сказать. Я хотел сказать, что нападать это за шквар, как я и говорил в других роликах, на низкоуровневые повозки, нападать на высокоуровневые повозки в этом челе. А на низкоуровневых, какой у него отпор? У него, как ты говорил, карты даже не прокачаны. Он и не понимает. В целом, ты не против, если вот этот кусок разговора я выложу в ролике. Чисто пояснение твоего мнения о том, что между нашими дискордами, путем того, что я... Ты заявил, что типа я вот... Я говорю, что мы не будем так делать. Более того, я пропишу эту дискорд, что искать... Собственно, этого я и пытался добиться, потому что, ну, главная проблема-то в этом, что если искать через дискорд, то я считаю... Ну, я это вроде уже кучу раз и сказал. Я считаю, это некорректным. Вот тут мы нашли с тобой общий консенсус, так сказать, ПК-шников, ПК-шников наших. В смысле? Сразу разрывная стрела, и телега не едет никуда. А они не взрывают. Вот в этом-то ситуации. Наши угоняют телегу целиком. Они ее не взрывают. Не таскают мешки. Они угоняют именно телегу. Задача не взорвать телегу. Задача угнать телегу. И довести ее до точки. То есть, да, я понимаю, разрывная стрела, и один человек нужен. Там не нужно семь человек. Один подлетает где-то там сбоку, стрелу кинул, и все. Через раскрась черный. Там мешки можно довезти, но вообще ничего не довезешь. Ну, я считаю, что все на всем ничего не довозят. А надо, я хочу это проверить. Вот как бы мне это надо в твоем дискорде, или в то, что в моем, то вряд ли это будет объективно проверить. Вот желающих найти, кто захочет всем человек, организованный, холивенный, с тониками, без уничтожения повозки, напасть на тех, кто перевозит у нас повозку, для того, чтобы понять, а возможно ли довезти повозку, когда на тебя нападает семь организованных, высокоуровневых, подготовленных человек. И когда семь защищают ее, то можно ли это сделать? Вообще добиться этого результата. Это было бы интересно проверить. Пусть даже не надо. А как, ну да, это интересно, но это как форма ПВП-челленджа. Ну, как собрать людей, я не представляю. Я не считаю, что это неприемлемо. Я говорю, что да, так люди делают, и может, и я так делал, но я так не делаю. Я считаю, что часть игрового процесса. Часть игрового процесса, да, но я ее не использую. Но это не неприемлемо, это, типа, да, такое бывает. Нужно быть к этому готовым, скажем так. А уж использовать это или нет, кажется... Ох, ролик, мне кажется, вообще минут на 20 будет. Вряд ли кто-то будет слушать наш товар. Я думаю, что это никто там вырежет большую часть только так, чтобы, знаешь, не осталось, типа... Так как ты смонтировал тот ролик, оно будет выглядеть, типа... Эй, кот, ты, типа, считаешь, что, типа, нормально грабить и сжигать телеги? Да. Все, какая... И заставка, как у Беннихилла там... Нет, такого не будет. Короче, я к тому, что в прошлое очень сильно. Я в этом и написал, что, ну, ситуация мутная, потому что выглядит она явно не в ту пользу, а как бы я не думал, что все так плохо, поэтому... И написал, что какого-то рода недоразумения к этому готовы. И это же не новая какая-то штука, понимаешь? Да. И вот эти критер... Это пока такие роли. Можно добавить интересные роли с преступниками и... И тогда это... Вот эта же фигня будет в рамках чего-то более интересного, более глобального. И это будет действительно... Интересно. Чё они не... В ближайшее время ничего не сделают, но может... В ближайшем обозримом будущем ничего нас не ждёт. Может, роли когда-нибудь сделают, да. Вот такой вот длительный разговор состоялся у нас с котом. Пришли к общему знаменателю. И раз зашла такая пьянка, ищу людей для того, чтобы проверить. Семь человек организованных, высокоуровневых, с картами. Для того, чтобы проверить, а можно ли защитить телегу, когда она вас нападает. Мы будем в роли защитников. А если есть таковые, напишите мне или коту о том, что вы хотели бы попробовать провести такого опыта. Такого рода эксперимент. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. Подписываемся на канал, вступаем в дискорд, все ссылки в описании. Всё как обычно.